Есть к чему стремиться. В Ненецком округе подводят итоги годы экологии. Агрессия к обитателям леса. В районе Наринмара неизвестные стреляли по кормушке для белок и птиц. Незаконный оборот промышленных товаров. В Наринмаре участили случаи продажи поддельных текстиля и парфюмерии. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Новые природоохранные территории, мониторинг экологической обстановки на месторождениях, очистка берегов Печоры от металлолома. В Ненецком округе подводят итоги года экологии. Несмотря на положительные изменения, такие как создание нового заказника Вашуткинский, открытие пункта по утилизации ртуцодержащих ламп, вывоз старых судов с берегов Печоры, экологические проблемы в регионе остаются. Увидеть берега Печоры без металлических каркасов и ветхих судов. Жители города мечтали об этом многие десятилетия. И в этом году масштабная очистка водоема началась. Десятки плавсредств распиливали, разбирали и увозили с прежнего места жительства. Старые лодки, каркасы судов, заброшенные баржи вывозили одна за другой. Всего под распил попали 23 объекта. Без них Каджукартинская курья заметно преобразилась. Оставшиеся 18 плавсредств планируется вывезти с берегов Печоры до 2019 года. Начата экологическая уборка на Колгуеве и Вамдерме. Частное предприятие КТА «Лес» на собственные средства вывозило металлолом с арктических территорий. Только в Вамдерме площадь загрязнения составляет порядка 100 тысяч гектар. Объём накопленного ущерба – 110 тысяч тонн металлолома. Как считают активисты Общероссийского народного фронта, своими силами Ненецкому округу не справиться. Необходимо привлекать федеральные средства. Если посмотреть на карту Слава, которая на сегодняшний день сформирована, такая большая жирная красная точка, конечно же. Ну, там много точек, как бы есть. Карта уменьшается, но становится жирнее. Она расположена в посёлке Андерма, где есть и накопленный мусор, и брошенные объекты Министерства обороны, и гидромета. И мы прекрасно понимаем, что это необходимо убирать. Это наша главная задача. Мы будем добиваться, чтобы этот мусор был убран. Не только в Андерме, но и везде в Ненецком округе. А следующий год мы планируем посвятительным вопросам, связанным с инвентаризацией ущерба на территории Ненецкого округа. Потому что вот даже за год работы нашего проекта мы сегодня прекрасно понимаем, что ещё не весь мусор у нас посчитан. Благодаря проекту ОНФ карта свалок удалось понять, какие территории в Ненецком округе наиболее загрязнены. Жители региона активно отмечали на карте места, где незаконно размещен мусор. Стихийные свалки в лесу, как говорят в Управлении природных ресурсов, возникают из-за нежелания везти мусор на полигон. Для сбыта отходов необходимо заключить договор, заплатить и иметь паспорт на опасные категории мусора. Если мусор на свалку всё-таки попал, то там он будет находиться тоже незаконно. Свалка не имеет статуса полигона для твёрдых бытовых отходов. Вышли с инициативой Минприроды на получение субсидий для рекультивации существующей свалки. Минприроды нашу заявку приняли, поддержали и уже были готовы в 2018 году выделять деньги. Но в связи с тем, что вопрос со строительством так и не решён, нам пришлось эти сроки передвинуть. Мы передвинули их на 2019-2020 годы, но мы в этом не уверены, что они окончательные. Проблема со свалками остаётся нерешённой не только на территории города. В поселениях, согласно новому законодательству, утилизацией мусора должен заниматься региональный оператор. На сегодня он не определён, поэтому полномочия лежат на собственнике земельного участка, то есть муниципалитете. Мы предлагали о том, что механизм всё-таки оставить такой, что мы предоставляем субсидии муниципальным образованием, да, и в рамках, допустим, того же благоустройства или в рамках участия в сборе ТКО. Причём, кстати, субъедебная практика последняя показывает, что на муниципальное образование возлагается обязанность по уборке таких несанкционированных свалок. Решение одной из главных экологических проблем переносится на следующий год. В 2018 году профильный департамент планирует разработать проектно-сметную документацию по рекультивации свалки в посёлке Искателей. Будет продолжена очистка от стихийных свалок, отмеченных на карте ОНФ, и берегов Печёры. Кроме того, с Односулы предстоит достать два грузовика с химреагентами, затонувшими весной этого года. Полюбившиеся наринмарцам белочки, когда-то поселившиеся в нашем лесу, под угрозой исчезновения. В районе Наринмара на днях неизвестные обстреляли кормушку для белок и птиц. Об этом в редакцию нашего телеканала сообщила неравнодушная к судьбе обитателей леса жительница города Нина Абакшина. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот здесь вот у нас кормушки. Вот здесь у нас скамейка. Это здесь у нас бабушки и дедушки отдыхают, которые устают. Они ходят, гуляют. И вот они тут садятся, и вот тут ждут, когда придёт белка. Птички прилетят, попоют им здесь. Активная сторонница здорового образа жизни Нина Абакшина часами готова проводить на природе. Однажды прогуливаясь по лесу, женщина обнаружила на снегу беличьи следы. После этого загорелась желанием во что бы то ни стало увидеть новых обитателей леса. Каждый день приходила на то самое место и приносила с собой полезные лакомства. Одни едят орешки, семечки. Семечки покупаю развесные, подсушенные. Дома сушу и приношу. Орешки лучше кедровые. И вот фундук. Фундук, он должен быть вот такой. Почему такой? Потому что они чистят его своими. У них есть клыки такие, и их всё время надо стачивать. Если стачивать они не будут, клыки вырастают, и они кушать не могут и погибают. Поэтому я всегда говорю, что носите нечищенные. Грецкий орех можно носить чищенным. В нашем лесу белкам сложно найти себе еду. Поэтому угощением от Нины Александровны они были особенно рады. Вскоре новость о поселившихся у нас очаровательных грызунах облетела весь город. На встречу с пушистыми красавицами спешили взрослые дети. На деревьях стали появляться новые кормушки, которые облюбовали в том числе и маленькие птички. Они же там вот по тем елкам. Ага, вон идет, 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 вон идет. И все сидят, стоят и ждут, когда она вот сюда придет. И белок, и птичек. И столько узнали нового, столько птиц новых всяких. Да, у нас практически здесь как зона отдыха, приходим сюда все смотреть, любоваться, душой отдыхаешь. Сейчас зона отдыха на редмарцев и обитание белок стала опасной для этих крошечных и беззащитных животных. Вообще вот этот участок, да, я его отвоевывала для прогулок, чтобы люди могли с детьми приходить, детям показывать вот эту всю нашу природу, красоту. И получается, что люди идут с собаками, собаки гоняют белок, уже три белочки собаки загубили. И поэтому начинаешь объяснять, тебя начинают ругать, как будто ты что-то требуешь такого. Собаки далеко не единственная опасность, которая угрожает беззащитным существам. Куда страшнее человек. На днях одну из кормушек обстреляли неизвестные. Был это один человек или несколько, стреляли по белкам, или просто использовали кормушку в качестве мишени, неизвестно. Но сам факт вандализма вызывает негодование. Я думаю, это уже бесстыдство приходить на кормушку, да, и стрелять вот беззащитных. Получается, зимой им очень трудно, они идут на кормушке, да, а мы варварские, вот их уничтожаем. Уничтожить легче, чем возродить, говорит Нина Абакшина. По ее словам, раньше в этом лесу водились зайцы, утки, глухари и дятлы. Сейчас под угрозой исчезновения и белки. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Более полутора тонн незаконно алкогольной продукции изъято полицейскими Ненецкого округа из оборота в 2017 году. Об этом доложил заместитель начальника по оперативной работе Владимир Макеев на итоговом заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ненецком округе. Помимо алкогольной продукции, правоохранители отмечают участившиеся случаи подделки текстиля и парфюмерии. По ставке и продаже контрафактного алкоголя «Бич» для Ненецкого округа. Об этом говорят цифры. В этом году сотрудниками полиции составлено 47 протоколов по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции. В двух случаях, когда объемы незаконного алкоголя оценивались в тоннах, возбуждены уголовные дела. В ходе контроля закопки оперативниками был задержан один из продавцов суррогата. В октябре текущего года возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Наринмара, который с целью хранения сбыта население приобрел в Казани алкогольную продукцию в общем количестве, около полторы тонны спиртного хранения, которое осуществляло приближающими подсобными помещениями. В момент сбыта фигурант был задержан сотрудником управления. Роспотребнадзором по Ненецкому округу в 2017 году были выявлены нарушения в сфере торговли и предпринимательства. Нарушения касались работы продавцов без медицинских осмотров и перчаток, а также хранения и реализации продуктов без сопроводительных документов. В ходе проверок фальсифицированных, контрафактных и запрещенных к ввозу пищевых продуктов не выявлялось. Все продукты питания, не соответствующие требованиям тех регламентов, были изъяты из оборота и уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе проверок легкой промышленности, также фальсифицированных и контрафактных товаров, а также товаров без сопроводительных документов и маркировки не выявлялось. Имелись случаи нарушения права потребителя на получение необходимой достоверной информации о реализуемом товаре. Также на заседании обсуждался вопрос по внедрению электронной системы сертификации продукции «Меркурий». Напомним, система «Меркурий» создана в целях электронной сертификации товаров и создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. В Нинецком округе на сегодня в системе «Меркурий» зарегистрировано 166 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей. Инспекции с начала года выдано более 26 тысяч ветеринарно-сопроводительных документов на мясопродукты, водные биоресурсы, непищевые продукты, животных и корм для животных. Надо отметить, что в указанном число юридических лиц входит определенное количество бюджетных учреждений образования и здравоохранения, которые являются конечными потребителями продукции, то есть на них заканчивается оборот, животно-отческая продукция и ветеринарные сопроводительные документы не оформляются. Но, тем не менее, такие учреждения должны быть зарегистрированы в системе и они должны осуществлять вглашение ветеринарных сопроводительных документов. Также работники Государственной ветеринарной инспекции по Нинецкому округу проводят обучающие курсы и семинары. После обучения системой «Меркурий» пользуется 21 хозяйство. Это крупные предприятия, обеспечивающие до 80% производства подконтрольной инспекцией продукции. По словам Марии Стронгаро, в регионе имеется несколько проблем, замедляющих процесс внедрения системы электронной сертификации. Одна из них – это отсутствие устойчивого интереса. В первую очередь это касается оленеводческих хозяйств во время обойной кампании. По итогам заседания было принято решение, что с 1 января 2018 года электронной сертификацией мясной продукции смогут заниматься сельские ветеринары на своих участках. С хозяйствами, у которых возникнут проблемы, инспекцией будет проведена индивидуальная работа. Новый взгляд на действующий бизнес В окружной столице стартовал форум «Бизнес-завод». Практические навыки, полученные на семинаре, будут актуальны в самых разных сферах бизнеса, независимо от географии и начального капитала. Полная перезагрузка или как повысить эффективность бизнеса. Сегодня и в ближайшие выходы Ненецкий аграрно-экономический техникум станет местом притяжения предпринимателей округа. Там стартовал форум «Бизнес-завод». Как заявляют спикеры программы, трехдневный практикум поможет людям по-новому взглянуть на свой бизнес, а тем, кто еще не решился открыть свое дело, действовать решительнее. Практические навыки, полученные на семинаре, будут актуальны в самых разных сферах бизнеса, независимо от географии и начального капитала. Изменить сознание и вывести бизнес на новый уровень – такую задачу перед своими клиентами ставит одна из крупнейших школ бизнеса «Синергия». Ежегодно в ней обучаются более трех тысяч российских бизнесменов, которые стремятся к интенсивному развитию своего дела. Как говорят коучеры программы «Бизнес-завод», во всем мире бизнеса действуют одни и те же правила. «Есть гигантская ошибка у оригинальных бизнесменов, в том числе и у ваших, то, что у вас типа чего-то нельзя, вы такие все закрытые, тут все сложно, денег нет и все такое. Абсолютный бред – это основное, на чем я буду работать сегодня. Я хочу людям пояснить то, что нет вообще никаких границ и можно все рвать и метать, если делать правильные действия. Ну, естественно, будем говорить про маркетинг, про упаковку бизнеса, про трафик. То есть такие вещи, которые сейчас пользуются популярностью наших клиентов, мы все это будем рассказывать». Программа охватывает главные направления ведения бизнеса – от грамотного сервиса до продвижения в социальных сетях. Последнее сегодня особенно актуально. Без собственного сайта или паблика в соцсети продать свой товар очень сложно. Будет рассматриваться и специфика региона с небольшим спросом и затрудненной логистикой. А потому практикум станет полезным для начинающих и опытных предпринимателей. Ольга Смирнова относится скорее к первым. Около года назад она открыла мастерскую эксклюзивного текстиля. Шьет салфетки, скатерти, косметички с вышивкой на северную тематику. Уникальные вещи продает через соцсети и на ярмарках. Планирует расширять производство и рынки сбыта. «Для меня сейчас основная задача – это организовать мастерскую, полноценную мастерскую, где бы уже работали швеи, вышивальщицы, то есть чтобы наладить уже массовое производство и это бы позволило работать уже на более широкую аудиторию. Продвигать этот продукт уже не только на ненецком рынке, но и на российском, в первую очередь». Накануне форума эксперты побывали в Центре развития бизнеса. Им рассказали о грантовой поддержке предпринимателей, успешных проектах и тех, которые ждут своего часа. К примеру, химчистка, салон красоты, свиноферма, фитнес-кафе, заполярные травы. Готовые бизнес-планы с просчитанными рисками и финансовым обеспечением пока не нашли своего инвестора. «Для нас ведь не секрет, что у нас жители округа, все стремятся работать в бюджете, потому что это гарантированная зарплата, это гарантированные льготы. Предпринимательство – это, конечно, ответственность и всегда риск. В принципе, если предприниматель будет применять те шаги, механизмы, которые ему дадут на этот тренинг и будет развиваться, то и уровень зарплат у предпринимателя будет достойный, как и у бюджетного учреждения». На участие в практикуме «Бизнес-давод» заявки подали более 300 человек. По итогам форума каждый участник получит не только практические навыки ведения бизнеса, но и пошаговый план развития собственного проекта на ближайшие шесть месяцев. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 130 участников со всех уголков Ненецкого округа, три насыщенных образовательных дня, шесть тематических площадок и столько же кураторов. На Ринмаре стартовал региональный форум «Молодежь-83». В этом году он пройдет под слоганом «Энергия округа». Сегодня состоялось официальное открытие Большого молодежного съезда. Более сотни самых активных, любознательных и целеустремленных представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет собрались в Наринмаре, чтобы стать частью регионального форума «Молодежь-83. Энергия округа». Четвертый по счету форум собрал участников с различных, даже самых отдаленных уголков региона – Неси, Харуты, Омы, Нижние Пеши и Усть-Кары. Представитель последнего поселка Павел приехал на форум, чтобы найти своих единомышленников. Я приехал на форум, чтобы найти здесь минимум одного участника из каждого населенного пункта нашего округа, чтобы в дальнейшем взаимодействовать со всеми селами, чтобы решать общие вопросы под одним знаменем молодежи, и чтобы все села объединились и делали большие красивые проекты. У каждого из участников здесь есть свои цели, достигать которые они будут на протяжении трех образовательных дней. Программа форума разделена на шесть тематических площадок – «Ты предприниматель», «Патриот», «Добровольчество», «Арктическая школа права», «Российское движение школьников» и «Координатор». Последняя соберет на одной площадке молодежь из сельских населенных пунктов – тех, кто на местах занимается реализацией молодежной политики. У нас с ними предстоит огромная задача. Они взвалили на себя, скажем так, непростую, но шутить проводниками у себя в селе идей, использовать по полной возможности государственные молодежные политики и, собственно, взаимодействовать и налаживать контакты с Наринмаром, с Федерацией, с регионом. Кроме работы на определенных тематических площадках, участников ждут общие лекции и тренинги. В рамках форума ребята смогут попробовать себя в конвейере проектов и получить грант на его реализацию. Образовательный форум «Молодежь-83» завершится в воскресенье ярмаркой детских и молодежных организаций. Ирина Цебетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Завтра, 9 декабря, жители Ненецкого округа одновременно со всей страной напишут тест по истории Отечества. Акция, ставшая уже международной, пройдет в нашей стране в четвертый раз. Задание к тесту разработал Московский государственный университет имени Ломоносова. Отмечу, что тест по истории Отечества является частью федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». С 2015 года его реализует молодежный парламент при Государственной думе в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации. Ненецкий округ, как и многие другие города Российской Федерации, присоединился к проведению теста по истории Отечества. В округе организации проведения международной акции осуществляет Общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды, вплоть до современных событий. Проверить свои знания об отечественной истории смогут все желающие, независимо от возраста, пола или уровня образования. Тест начнется ровно в 11 утра 9 декабря. Площадками для проведения теста в Наринмаре определены школа поселка искателей, школа номер 2, городские школы номер 1 и 4, Ненецкий аграрно-экономический техникум, Наринмарский социально-гуманитарный колледж и Ненецкое профессиональное училище. Ответить на вопросы теста можно будет онлайн на сайте kdgr.rf. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.